Теперь у нас описание клинических случаев. Значит, доктор Раджабова спорадический, медулярный рак щитовидной железы, доктор Цирлина семейный медулярный рак щитовидной железы и Арсений Андреевич Семёнов, радиорезистентный, высокодифференцированный рак щитовидной железы. У каждого из докладчиков примерно по 10 минут. Пожалуйста. Замир Ахмедович. Уважаемые члены президента, уважаемые коллеги, мы хотели представить пациента, который обратился к нам в возрасте 23 лет и был к нам направлен драматологами клиники в Санкт-Петербурге для удаления попелом и образования на коже с листой губы и верхней и нижней конечности. Пациент из анамнеза, можно сказать, что этот пациент с детства наблюдался у эндокринологов по поводу увеличения щитовидной железы и никакого лечения ему не проводилось. Он сам вместе с родителями жил в одной из областей. И в последние три года они переехали с семьей и жили в Санкт-Петербурге. Отмечают, что те образования, которые были на слизистой губы, слизистой верхней и нижней губы в ротовой полости, они периодически обращались к драматологам, при помощи лазера ему удаляли. Но никто никогда ему не говорил о том, что это может быть проявление какого-то генетического заболевания. Почему мы представляем этого пациента? На самом деле это не совсем спорадическая форма, это наследственная форма. И пациент просто интересен тем, что это пациент из группы МН-2Б. И мы хотели бы просто представить этого пациента, так как он один из первых. То есть при обследовании выявлено, что это пациент один из первых в генетике, если исследовать, исследовали всю его семью. И у всех из его родственников мутация не была выявлена. Пациенту было выполнено ряд обследований. Выполнена, соответственно, пункция щитовидной железы. И поражение было установлено объект доли щитовидной железы медулярным раком. Поражение лимфатических узлов был полностью обследован на предмет отдаленного метастазирования. Также у пациента были жалобы с нарушением эректильной функции. Дисфункция была обследована у уролога. Установлено и назначено было лечение. Пациент был обследован на биохимические онкомаркеры. Выявлено было увеличение этих онкомаркеров и в моче, и при исследовании кальцитанина и РЭА. Далее у пациента выполнено исследование молекарно-генетическое, исследована кровь. И выявлена мутация наследственная патогенная 918. Это то, о чем говорил нам сегодня профессор Эминитов. Пациент является уровнем D, как были определены уровни агрессивности этой опухоли. Высокая смертность при такой мутации именно. Это одна из первых уровней агрессивности. С диагнозом карцинома медулярно-карцинома обеих долей щитридной железы, то есть поражение лимфоузловшей. И по данным КТ-исследований у пациента было выявлено поражение легких и надпочечников, изменение надпочечников. Типичная картина пациента с МЕН-2Б, которые крайне редко видят. И можно увидеть в интернете действительно такие подобные фотографии, потому что таких пациентов 1-2 и за практику можно было бы увидеть. На роговице, на веках у пациента образование, которые неоднократно были удалены при помощи лазера по месту жительства, на слизистой губ и в ротовой полости на языке также удалялись. И пациент не обследован был ранее. То есть никто ему не посоветовал обратиться в специализированный центр для обследования. И клинические проявления вот этого заболевания, они крайне редко кто-то из докторов видит. Также изменение на кожу туловища. Такая сыпь у пациента, которая на протяжении многих лет, она то появлялась, то бледнела, то краснела. И они считали, и драматологи наблюдали. В общем-то это проблема в том, что мы редко видим этих пациентов и не знаем, как, что с ними делать и что это такое. По данным МРТ исследования, имелось патотальное поражение объекта доли щитовидной железы, имелось увеличение и поражение метастатическое поражение лимфоузлов. Пациенту при дообследовании выявлено изменение в легком поражении обоих легких. Не многочисленные, но они были мелкие образования. Увеличение обоих надпочечников, опухоли в обоих надпочечниках. И пациенту была выполнена операция в 2012 году в объеме ксерпазы щитовидной железы и фасциально-фатулярной щитии лимфоузлов клетчатки шеи с обеих сторон. Объем операции составлен на такой. И при гистологическом исследовании у пациента это макропрепарат на разрезе. Ну вот так вот выглядит медулярный рак. И при гистологическом исследовании мы получили, что действительно медулярный рак, поражение обеих долей. И выявленный метастаз был. Один метастаз выявлен с одной стороны и пять метастазов с другой стороны. КС-67 при иммуногистохимическом исследовании составил менее 1%. Пациент был осмотрен в августе 2014 года каким-то чудом моего. Нам удалось его пригласить для осмотра, так как пациент самостоятельно прийти не может ввиду каких-то семейных обстоятельств. Предложено было до обследования, но он отказался, обещал, что придет еще раз. Но при пальпаторном обследовании у пациента признаков прогрессирования местного мы не выявили. Он также сейчас, на сегодняшний день, вчера был разговор, просили приехать, чтобы показать аудитории, действительно, чтобы это интересный случай. Но пациент не смог. Ну, вот такой клинический случай, который мы хотели бы сегодня представить. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Замира Ахмедовна. Есть ли у кого-нибудь вопросы? Может быть, кто-нибудь... Да, Алексей Степанович, пожалуйста. А, и Светлана Ахмедовна. Как же у него легких метастазов? Вот, к сожалению, нам тоже это было интересно. Мы не смогли его дообследовать, и на обследование не явился, поэтому планируется. Запланировано, был даже записан на это исследование, но не смог прийти к нам. Жалоб у него нет. Вчера был разговор, состоялся, сказал, что себя прекрасно чувствует. Замира Ахмедовна, скажите, пожалуйста, а качество жизни изменилось у него? Качество жизни изменилось. Насколько я помню, Вы на консилиуме показывали этого пациента, был настолько красочно, и что он достаточно был такой ослабленный. Он был ослаблен, он был подавлен, и действительно, когда диагноз прозвучал, он пришел к нам удалять бородавки, как он сказал, и вдруг ему дали вот такой диагноз. Но для нас этот случай был не первый, на самом деле были двое, по-моему, детей. Мы видели двух детей, которых в институте у нас были пролечены, поэтому клинические картины, когда я впервые его увидела, действительно, я его спросила, а Вы по поводу щитовидной железы? А мама сказала, нет, у нас все хорошо с щитовидной железой, у нас только бородавки. Конечно, он был подавлен, ему было очень тяжело это принять, но он на сегодняшний день сказал, спасибо, все хорошо, я не приеду пока обследоваться, потому что не могу. Приеду позже. Качество жизни лучше, да. Спасибо, Замира Ахмедовна, я хотел Сергею Олеговичу не уходите пока задать по этому поводу вопрос, вы сказали, да, вам, поскольку у вас, вы сказали, в регистре, которым вы занимаетесь, примерно 530 больных, вот, или 580, еще больше, какая-нибудь доля небольшая хотя бы таких больных попадается? Да, спасибо, но она небольшая доля, небольшая, и из вот того, что мы имеем на сегодняшний день, 580 пациентов, 12 больных у нас наблюдаются. Такого? Это хороший ответ, который заставляет, как всегда, о многом задуматься, потому что если начинаешь читать про медулярные карциномы, то оказывается, что синдромных вариантов может быть даже до 15-20%, а здесь 12 из 600 примерно, то есть это 2%. Спасибо за сообщение.